Привет! Я думаю, что вы уже не первый раз слышите о всей этой ситуации с карантином из-за коронавируса. И здесь, в США, у нас творится абсолютная дичь, поскольку мы являемся лидерами по количеству зараженных. И именно из-за этого карантина в моей жизни произошли колоссальные изменения, о которых я вам сейчас расскажу. Поехали! Первое, что вы могли уже заметить, если вы следуете моему инстаграму, это то, что я больше не живу в своей принимающей семье. Да, я ушла, и мы решили, что мы закончим программу на этом, потому что находиться в доме с детьми, где ты как бы не работаешь какое-то время, но ты все равно с детьми 24 на 7, без выходных и без свободного времени, для меня стало уже просто невыносимо. Мы решили это все обоюдно, то есть у нас не было никаких скандалов, мы посоветовались с моим агентом местным, она передала информацию в более высокие инстанции, и они сказали, что да, мы будем искать билеты, но если мы ничего не найдем, то, извините, вам придется ждать. Я сказала, что да, хорошо, но в семье я оставаться не хотела, потому что у меня уже просто мозги крутились от количества времени, проведенное в семье, потому что на самом деле, как бы это ни звучало, дети все равно не понимают, когда ты работаешь, а когда ты нет, особенно когда все сидят дома и нет ни школы, ни выходных, когда ты можешь куда-то поехать, сходить в кино с друзьями, ты из-за этого карантина просто тупо даже не можешь выйти в кафе с друзьями сходить, потому что моя хус-фемили мне лично не разрешала этого делать, из-за того, что они боялись, что я могу принести домой этот вирус, и все мы заболеем. На самом деле, моя ситуация складывается довольно-таки удачным образом. Я сейчас живу у своего молодого человека, да, он живет в США, здесь, и это был единственный вопрос, который мы обсуждали с моих хус-фемили, что где я буду жить, и поскольку я не буду работать, они мне не смогут платить зарплату, потому что у меня нет часов. И мы с ними обсудили такой вопрос, что я уезжаю своему молодому человеку, они мне еще платят две недели, и после этого мы подписываем контракт. Мы с ними подписали контракт об окончании программы через эти две недели, и сейчас я жду, когда мое агентство найдет мне билеты домой, но я знаю, что это произойдет не раньше мая, скорее всего, потому что сейчас все границы закрыты, и это просто нереально улететь отсюда домой. Они пишут мне какие-то новые обновления, что когда, возможно, будут рейсы, и мы с ними все это обговариваем, то есть я не осталась одна, у меня есть еще люди, с которыми я работаю, которые пытаются отправить меня домой. Поскольку я пробыла тут только шесть месяцев, я не успела покрыть все свои кредиты, я сделала только три, и у меня были оплачены другие три, которые я должна была сделать тут же в Бостоне, но поскольку я закончила программу раньше, чем эти три кредита случились, которые должны были случиться в мае, кстати, сейчас они складываются как онлайн-курсы, но я отменила эту оплату, мне вернули деньги, не в полном размере, но какую-то часть суммы мне вернули, и у меня остается только три кредита, и у меня были большие споры с моим агентством, потому что они сказали, что ты заканчиваешь программу, это не наши проблемы, это как бы твое решение, ты не закончила кредиты, ты не закончила программу, покупай себе билеты сама. На что как бы я и моя хост-фрамили очень сильно возмутились, и мы начали писать, что так-то-так-то, это emergency situation, и это не потому, что я хочу закончить программу, а это потому, что это становится больше мне не в удовольствие, и вы прекрасно понимаете, что я приехала сюда путешествовать, смотреть страну и как бы получать культуру извне, а не быть запертой дома и сидеть просто тихо, мирно, ничего не делая. Но в итоге они как бы согласились, они согласились оплатить мне билет обратно, все, мы сейчас над этим работаем. О том, как складывается карантин здесь, в Америке, мы записали с моим молодым человеком видеоролик, который ссылку я оставлю внизу, можете его посмотреть, и я думаю, что это будет очень интересно, поскольку США является первым по количеству зараженных, и мне кажется, что Россия это будет ожидать в ближайшие месяцы, поэтому чекайте внизу. И, в самом деле, я не знаю, как они будут решать проблемы с новыми АПР, которые должны приехать вот-вот там в мае, в июне, потому что старые АПР не могут уехать, соответственно, границы закрыты, новые тоже не могут уехать. И в связи с этим была, кстати, подана петиция, что-то там, какие-то девочки АПР создали петицию о том, что они хотят продлить свой третий, второй год перекинуть на третий, потому что хозфемилии нужны АПР, а АПР просто не могут уехать, и они решили, что давайте-ка продлим. Я не особо знаю ничего об этой ситуации, потому что я как бы свой первый год не закончила, и тут там третий. Но, да, такая ситуация была, я про нее слышала, поэтому я на самом деле не знаю, как будут приезжать новые девочки АПР, и когда они смогут приехать. Но надеюсь, что эта ситуация скоро закончится, и все мы сможем опять вернуться в свою колею, путешествовать свободно, наслаждаться нашей жизнью, а не быть домоседами и заниматься какой-то абсолютно чушью, потому что я знаю, что, например, моя производительность дома упала, я, например, не могу ничего делать, если когда я работала, у меня там было 350 дел, и я сделала еще 350 и еще 10 сверху, то сейчас у меня там 10 дел, и из которых 5 это поспать, поесть, посмотреть что-то на Ютубе, записать видео, позвонить маме, там, я не знаю, какой-то еще 5 дел, которые там, не знаю, придумаю в течение дня. То есть я абсолютно не домосед, я не могу сидеть дома, моя производительность падает просто ниже плинтуса. Ну, отвечая на главный вопрос, да, мне моя хост-фамилия сейчас уже не платит, я живу на те деньги, которые я сохранила, то есть поскольку я не работаю у них часы, они мне не обязаны платить. Все, как бы на этом большой вопрос был закрыт. Я пытаюсь как бы как можно скорее вернуться домой, потому что оставаться здесь без оплаты моего труда, то есть мне больше не приходят деньги. Я не могу долго, потому что, ну, это как бы жить здесь, существовать, это уже даже получается без денег, это просто нереально, в Америке все очень дорого, и это у меня хорошая ситуация, то есть я живу у своего молодого человека, но есть девочки, у которых просто они вынуждены оставаться в семье, даже если они не хотят, потому что им просто некуда деться, они застряли здесь, они не могут выехать, и это становится уже на самом деле большой проблемой. Также я хочу сейчас ответить вам на некоторые вопросы, которые вы мне задавали в ВКонтакте, это о том, как же все-таки подготовиться к программе. На самом деле подготовка является основной и самой важной, наверное, частью, для меня было самым важным это найти правильную семью, в которой мне будет комфортно. Мне было комфортно, я ничего не хочу сказать против моей семьи, она очень хорошая, просто вот эта вот вся ситуация, которая давила мне на мозги, 24 на 7 в семье, никуда не выйти, ну, с подругами никуда не сходить, никуда не съездить, получается, это, ну, это не моя атмосфера, я так не могу делать. Все, я сказала, что нет, ребят, я больше этим делаю. Этим заниматься не буду, и ушла. Что касается самой подготовки, меня спрашивали, какие вещи с собой брать, на самом деле все зависит от штата, куда вы едете. Я ехала в штат, где есть зима, соответственно, мне нужны зимние вещи, но прикол в том, что не надо брать с собой много вещей, тут очень дешевые вещи, даже брендовые, тут очень развита система аутлетов. Единственное, что я нашла тут большой проблемой, это шоппинг, потому что поехать куда-то и найти все магазины, которые тебе нужны в одном месте, это очень сложно, поэтому у них очень разве шоппинг онлайн, но у них при этом очень хорошо развита доставка, то есть, например, я заказывала себе свитер, и он пришел мне за три дня, то есть, получается, я заказала, и через три дня он уже был у меня около двери лежала коробочка с моим заказом. Единственное, я не люблю заказывать, потому что я никогда не могу подгадать свой размер, то есть, это либо слишком большое, в котором я выгляжу, я не знаю, как маленький ребенок, либо это маленькое, либо это давит, либо это вообще не сидит, в общем, тут на самом деле ваше предпочтение, кто-то и в Москве шопится онлайн, я не могу, мне надо прийти, померить, пощупать, я это люблю больше. Также меня спрашивали, дарила ли я что-то своей хосфемили, когда я к ним приехала. Я заранее узнала у девочки, которая была до меня, что моя хосфемили любит, и она сказала, что они очень любят чай. Я решила им просто зайти в хорошую чайную в Москве и купить им настоящий чай, то есть, это не было каким-то большим прям подарком, то есть, я им просто купила чай и пару русских шоколадок для детей, чтобы они просто попробовали, потому что я сама его люблю, и считаю, что это, наверное, один из самых вкусных шоколадов в мире. Поэтому, ничего такого особенного я им не дарила, просто маленькие подарки, типа, welcome from Russia Также меня спрашивали вопросы про кредиты, как я их получала. Тут, на самом деле, это большая проблема, найти то, что ты хочешь. Я в итоге делала кредиты, которые даются в специальный Appair Weekends Program, когда ты на выходных просто приезжаешь в какой-то город. Я это делала в Бостоне, потому что это самый дешевый вариант для меня, мне не надо платить ни за проживание, ни за еду, в основном. Я делала это здесь, в Бостоне, у себя. Я платила за это 600 долларов, то есть, получается, я добавила сверху всего 100 долларов от суммы, которую мне дают в Бостфамиле. И я просто выходные, пятница, вечер, суббота и воскресенье до 5 часов я приходила в колледж и училась просто в кругу других Appair. Нас учили какие-то межкультурные какие-то межкультурные как-то сказать даже. Электрология, что ли, то есть, разные сферы деятельности, как общаться с детьми, немного психологии различные какие-то примеры из жизни, как решать конфликты и все такое вот прочее. То есть, я за вот эти вот три дня получила три кредита. Другие мои три кредита должны были случиться в мае, то есть, у меня был double cross, то есть, два раза мне надо было приезжать в этот колледж и проводить там выходные, но вторые мои три кредита не случились, поэтому у меня только три. Я могу сказать, что найти что-то, что ты реально хочешь делать и получить за это кредиты это очень сложно. Ты можешь спросить у своего местного агента, то есть, у каждой есть местный агент, который отвечает за какой-то определенный участок, например, там из пяти городов вокруг, то есть, не знаю, 15 апперов, у вас есть каждые ежемесячные встречи, когда вы все собираетесь, обсуждаете свои проблемы, если у вас какие-то есть проблемы, вы это все рассказываете, вы это все решаете, то есть, вы никогда не остаетесь одни, у вас всегда есть поддержка и любые вопросы по образованию, по оплате, по каникулам, ну, vacation, вы можете это все обсудить с ней, и если у вас какие-то серьезные проблемы, как у меня, например, с этими билетами, что я хочу закончить программу, когда только начался этот коронавирус, и еще можно было купить билеты, но мы не успели, и поэтому сейчас они как бы все еще работают со мной, потому что они должны отправить меня домой, то есть, даже в этой ситуации я осталась не одна, у меня всегда есть тот, к кому я могу обратиться, то есть, у них можно спокойно узнать все вопросы по кредитам, они знают все вот эти сайты для АПР, в которых вы точно получите кредиты, которые вам надо выработать, и да, я делала кредиты, потому что мне просто надо было их сделать, не потому что я хотела это делать, а потому что мне надо было это сделать, но я могу Мы сходили в музей, мы подготовили детский праздник для Пасхи, которая, кстати, сейчас уже отменена, поэтому я не знаю, что делать с нашими подарками сейчас. Надеюсь, они пригодятся и в следующем году. И также мы просто проводили время в учебном классе, узнавая новую информацию, общаясь друг с другом. То есть у меня появилось очень много знакомых, например, девочки АПЕР, которые живут вокруг меня, там, не знаю, в 20 минутах езды, я о них даже ничего не знала, потому что они не с моего агентства. Соответственно, я никогда их в жизни не увидела. То есть это было очень даже полезно узнать. Я желаю вам здоровья, надеюсь, что все у нас будет хорошо. Я даже не надеюсь, я знаю, что у нас все будет хорошо. Сидите дома, не скучайте. Я надеюсь, что вы добьетесь того, чего хотите. Никогда не останавливайтесь. Увидимся.